Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале! Сегодня я хотела бы затронуть очень важную и нужную тему для многих, а именно правильный уход и очищение кистей. Недавно на моем канале вышло видео про то, где я рассказывала о своих самых любимых и часто используемых кисточках как в работе, так и для себя, после чего мне начали поступать вопросы про очищение и уход. Как же правильно ухаживать, чтобы ворс и кисти служили вам как можно дольше, чтобы сохранялось то же качество, что было при покупке, чтобы они были такими же пушистыми и мягкими. Очень часто встречаю девушек, чьи кисти оставляют желать лучшего просто по той причине, что они неправильно их очищали и неправильно за ними ухаживали. Ворс поломанный, кисти царапают, кисти не растушевывают, кисти не набирают, хотя изначально кисти работали на ура. В чем же дело, спрашивают меня девочки? Конечно, это дело в том, что вы неправильно за ними ухаживаете. Когда я начинаю разбираться, как, чем, чем вы их мыли, как вы их сушили, выясняется, что все было неправильно. Соответственно, кисти через год даже бывает меньше, выходят из строя и, ну, к сожалению, это уже никак не исправить и приходится покупать новые. Чтобы такого не допустить, я решила записать для вас это видео, где расскажу основные виды очищения, сравню очистители для кистей, покажу, как очищаю и ухаживаю за кистями я. Поэтому, если вам интересно, не переключайтесь и продолжайте смотреть. Итак, давайте начнем, наверное, с основного и с того состояния, в котором кисти ваши больше всего проводят времени. Это в том, как они у вас хранятся. Итак, у меня кисти всегда стоят на рабочем столе в открытом тубусе. Закрываю я его крайне редко, только если куда-то еду к невесте на съемку. Или если я, например, улетаю по работе, то, конечно, я тубы закрываю и перевожу их, грубо говоря, в темном для них состоянии. Мои кисточки в основном состоят из белого ворса. Сейчас они грязные, потому что я специально не чистила их, чтобы показать сегодня это вам. Поэтому моя вам рекомендация хранить кисти вот в таком тубусе в открытом состоянии. Либо, если же вы предпочитаете хранить их в чехле, то этот чехол у вас должен быть всегда открыт, чтобы он не был завернут, как это, к сожалению, бывает часто. И, к сожалению, так кисти тоже портятся. Что касается тубуса, то мой тубус внутри, как вы видите, он светлый, из белого кожзама. Это как раз-таки для того, чтобы ворс белых кисточек не портался. Поэтому это тоже очень важно. Обратите на это внимание и рекомендую вам найти что-то похожее. Мне, если честно, больше нравится вариант тубуса. Мне кажется, так намного удобнее. Это занимает намного меньше места на рабочем столе. И мое мнение, что тубус выглядит более профессионально, более симпатично на рабочем столе, нежели чехол. Но это дело каждого, поэтому здесь выбирайте сами. Теперь давайте немного поболтаем о том, как правильно за кистями нужно ухаживать, как их очищать. И я вам покажу различные варианты очищения. Итак, первое. Это мыть водой. Наверное, чаще всего девочки, которые, например, не работают визажистами, у которых просто есть хорошая коллекция кистей для себя, чаще всего моют кистью водой. Это очень большая ошибка. И я сразу говорю, что мыть кисти часто нельзя. И если вы моете кисточки, то, как правило, поначалу увидите, что она становится очень пушистая, вроде даже такая очень мягкая. Но, к сожалению, через некоторое время кисть начинает очень сильно менять, ворс начинает ломаться. И поэтому, грубо говоря, ворс ваш выходит из строя намного быстрее, чем нежели, если бы вы, например, очищали кисти другими средствами. Поэтому обратите на это внимание. Если вы все же хотите мыть кисти, то это нужно делать не чаще, чем раз в месяц. Особенно это касается кистей из натурального ворса. Кисти синтетики, в принципе, они не такие привередливые. Поэтому, если вы их моете раз в неделю, то с ними, наверное, ничего страшного не произойдет. Но если же у вас кисти из натурального ворса, которые вы наносите и растушевываете какие-то сухие текстуры, и если вы хотите, чтобы они вам служили намного дольше, то старайтесь их мыть пореже. Это правда так. Понаблюдайте, и потом напишите мне в комментариях вообще ваше отношение к мытью кисточкой именно водой. Ни в коем случае не попадайте водой на ту зону, где происходит склейка ворса и ручки. Потому что так у вас очень может быстро расклеиться кисть, развалиться, что тоже не очень хорошо. Если вы моете свои кисточки водой, то необходимо использовать для них мягкие очищающие текстуры, такие как пенка, жидкое мыло, может быть шампунь для волос, но он должен быть очень мягкий и даже немножко ухаживающий. После чего вы свои кисти должны разложить в горизонтальном положении, ни в коем случае не над батареей, а при комнатной температуре, на полотенчика, чтобы они просохли. Идеально, если вы вообще их подвесите вот в таком состоянии, и водичка у вас будет стекать вниз. Подставки для такого вида очищения и держателей кистей я видела на Алиэкспресс, посмотрите. Они там стоят копейки, и это очень удобно и хорошо влияет на вашу кисточку. Все, что касается очищения водой, я вам рассказала, теперь давайте поговорим о том варианте, который более бережен, и который вы будете чаще всего использовать, это очищение различными очистителями. Итак, первый вариант, и наиболее часто встречающий в последнее время, это очищающие салфетки. Яркий пример тому, это вот такой вариант от марки Manly Pro. Похожие есть у Chic, похожие есть в многих различных брендах салфетки. Кажется очень удобно, то есть вы открываете, достаете вот такую вот салфетку, отрываете и ей чистите кисточку. Как это выглядит? Вы берете салфетку, берете кисть, лучше брать кисть из синтетического ворса, и круговыми движениями начинаете ее очищать. Такие салфетки очень быстро очищают кисть, но их минус это в том, что, во-первых, кистями не сразу можно начать работать, они остаются какое-то время еще влажными, а также самый большой, огромный их минус это в том, что они содержат спирт. И даже вот сейчас, нюхая эту салфетку, я ощущаю этот запах спирта, он, конечно, неприятен, и, соответственно, что происходит с вашим ворсом? Ворс начинает сушиться, ворс начинает ломаться, ворс начинает вообще вылетать, потому что какое-то время по незнанию, по неопытности я вот такими салфетками чистила свои кисти из натурального ворса от N-Beauty. И что произошло? Наверное, на протяжении недели, по несколько раз в день, я чистила вот такими салфеточками кисти, и потом в какой-то момент, когда я уже красила модель, я увидела, что из моей кисточки выпала не просто ворсинка, а склейка ворса. Вы представляете, я такого никогда не видела, и после очищения вот этими салфетками у меня это произошло. Конечно же, я сразу поняла, в чем дело, потому что я слышала, что нужно очищать кисти без спиртовыми средствами, а это как раз-таки самое, что есть спиртовое очищение, поэтому я вам не рекомендую это к использованию. Если же у вас, например, есть очень большое количество кистей из синтетики, и вам их не жалко, то можно чистить этими кистями, либо же использовать их не так часто, как, например, делала это я. Но факт есть факт, многие со мной согласятся, что после очищения кисточками вот такими спиртовыми салфетками ворс становится намного жестче, даже синтетически. Поэтому я их не рекомендую, потому что многих покупают из-за цены, что их много, это экономично. На самом деле это не так экономично. Одной салфеткой вы очистите от 5 до где-то 80 кистей, в зависимости от размера, степени загрязнения. Но при этом ворс вы тут же потеряете, качество ухудшится, кисти будут жесткими, вам не будет приятно, клиенту не будет приятно, поэтому ничего хорошего я в этом не вижу. Также у марки Manly Pro есть также очистители именно с разбрызгивающим дозатором, но в них также содержится спирт, по сути это то же самое, просто вы используете еще сухую салфетку, и после этого вообще очень неприятно, потому что вы побрызгали, очистили кисточку, и если вы, не дай бог, ее не протерли потом хорошенечко салфеткой сухой, не убрали остатки спирта, и начинаете наносить какой-то продукт клиенту на зону вокруг глаз, то глаза начинают дико слезиться, у вас сползает весь макияж, не дай бог, у вас там были стрелки, смоки, все это начинает плыть, потому что клиент плачет, у клиента начинается реакция на спирт, и это логично, поэтому я опять же вам не рекомендую использовать спиртовые очистители, потому что это не только вредно для кистей, это ухудшает качество работы, в общем, одни минусы, не вижу никаких плюсов, кроме как может быть использование, если у вас кисти из синтетического оверса. Поехали дальше. Ну а теперь давайте переберемся к тем способам очищения, которые использую, по крайней мере, каждый день неоднократно я, которые я могу вам смело рекомендовать, потому что это безопасно, это не вредит кистям, это не вредит вашей работе, и только, наоборот, ухаживает за вашим борцем. Итак, поехали. Наверное, самый знаменитый очиститель, который вообще присутствует в сфере визажистов, это вот такой вот Make Up For Ever. Раньше он выглядел немного иначе, он был в прозрачной тубе с распылителем, сейчас они сделали ребрендинг этого продукта, и он выглядит теперь вот такой вот алюминиевой упаковки, к сожалению, без дозатора, его нужно выливать на салфеточку и очищать кисточкой. Что нам понадобится для такого очищения кистей? Конечно, очиститель и хорошие бумажные полотенца. Почему хорошие? Потому что есть бумага, которая состоит из нескольких слоев, и она тут же начинает разваливаться, когда вы только выливаете очиститель, и начинаете вводить кисточкой по нему, и это очень экономично, салфетки становятся тут же какими-то разваливастыми, они тонкие, кисть не очищается, им приходится брать огромное количество этих полотенец, поэтому по практике самое лучшее это Zewa Plus, как бы это ни звучало, но я правда их люблю. Отрываем от полотенчика, и нам его хватит для того, чтобы очистить огромное количество кистей. Выливаем небольшое количество продуктов, в зависимости, опять же, от размера кисточки и степени загрязнения, и после того, как вы вылили, берете кисть и начинаете вот такими круговыми движениями спокойно, аккуратно вводить именно по зоне, где у вас есть очиститель. После того, как вы уже видите, что вождь становится более белым, вы берете сухую зону салфетки и об нее протираете кисть, для того, чтобы убрать остатки очистителя, так как Makeup Forever состоит на маслянистой основе. Если вы не сделаете это, то кисточка будет сухая, вы наберете продукт, и когда вы только перенесете его на лицо, у вас все поплывет, у вас будут пятна, у вас будут разводы, потому что масло, оно не высыхает, оно не впитывается, его необходимо обязательно оставлять на салфетке по несколько раз, потому что очень часто вижу, как новички, которые по незнанию набирают продукт, оставляют его на лице и потом не знают, что с этим делать. Поэтому Makeup Forever тоже нужно знать, как им пользоваться, но он очень хороший, он ухаживает за кистями, как раз-таки из-за того, что в нем содержится масло, ворс становится мягче, ворс тут же очень быстро очищается, и плюс в том, что вы тут же можете им продолжать работать. То есть вы вытерли, убрали масло, кисть сухая, кисть чистая, спокойно можете продолжить свою работу. Итак, минус этого очистителя. К сожалению, у него очень маленький объем, всего 140 мл, и при моей интенсивной и частой работе мне хватает его совсем ненадолго, его приходится очень часто покупать. К сожалению, вот так же часто бывает нет в наличии, потому что он очень популярен, и все его разбирают моментально. И еще один основной минус его — это цена, потому что при своем объеме стоит он порядка полутора тысяч рублей, без скидок различных, со скидками, наверное, 1200. На мой взгляд, у этого продукта завышенная цена, небольшой объем, поэтому он не очень экономичен. И давайте покажу вам, чем я сейчас сама пользуюсь, что мне очень нравится, что я могу вам смело рекомендовать. Это вот такой вот очиститель от марки Esti. Как видите, у меня он в очень большом объеме, потому что при моей работе интенсивной мне нужно вот что-то, по крайней мере, хотя бы такое. Здесь 500 миллилитров. Стоимость такого продукта — 1990 рублей. Я вам напомню, что Makeup Forever 140 миллилитров без скидок стоит примерно 1450, а здесь 500 за 1990. Это уже пол-литра очистителя, который... Мало того, что он бесспиртовой, мало того, что он не пахнет, так он еще действительно ворс кисточек делает намного мягче. Я не знаю, с чем это связано. Раньше, когда я очищала кисть только Makeup Forever, я думала, что ворс становится мягким, потому что в нем есть масло. Здесь масла нет. То есть вы очистили кисть, потом обязательно, конечно, сухой кисточкой вы еще раз протерли до полного высыхания, чтобы кисть стала точно сухой, и начинаете продолжать свою работу. И при этом ворс становится еще мягче. Мы сравнивали с моими девчонками два этих очистителя. Я наносила Makeup Forever, очищала кисточку из одного и того же ворса. И эсти я очистила эту же кисть потом. И после эсти, я не знаю почему, но ворс действительно становится мягче, как-то более такой прям блестящий, ухоженный. Не знаю, как это работает. Плюс здесь еще заявлено, что этот очиститель убивает до 99,9% бактерий различных, которые могут собираться в ворсе. Это тоже очень круто. Это полезно для работы именно визажистов. То есть вы можете своих клиентов обезопасить, сказать им, что никаких бактерий, ничего не переживайте. Мы ворс обработали, продезинфицировали. Кисть при этом чистая и не пахнет спиртом, как это бывает, например, при чечении салфетками, которые тоже дезинфицируют. Этот очиститель идеален для кисточек из натурального ворса, высококачественных, например, таких как InBeauty, Tom Ford, чекухода, хакухода. То есть кисти, которые действительно дорогие, за которыми следует ухаживать по-особенному. Я вам смело могу рекомендовать Esti. Также, конечно, вы можете очищать этим продуктом синтрические кисти. Это точно не повредит. Также я знаю, что у них есть еще очиститель, который есть на спиртовой основе. Он, по-моему, розового цвета. Но я не стала его приобретать, потому что, на мой взгляд, спиртовая основа для кистей, она только вредна. Поэтому я сразу купила несколько вот таких вот баночек без спиртового. Он немножко подороже, но это того стоит. И если сравнить, например, с конкурентами, то цена очень-очень даже хорошая. Давайте покажу, как работает этот продукт. Также с вами берем бумажное полотенце, либо ватный диск. Но ватный диск, если честно, мне не очень нравится, потому что вата начинает как-то линять, собираться на ворсе. С полотенцем все намного проще. Вы открываете очиститель, выливаете небольшое количество, берете кисточку, и вот такими круговыми движениями точно так же начинаете протирать. И, как вы видите, кисть очень быстро очищается. После чего обязательно мы с вами протираем сухой частью салфетки кисточку, убираем остатки для полного высыхания ворса. И, в принципе, вы можете продолжать работать дальше, потому что все, кисть сухая, кисть чистая, кисть мы обработали, обеззаражили, никаких бактерий, никаких заражений не будет. Поэтому, на мой взгляд, для работы это идеальный вариант, потому что это экономично, это безопасно, плюс он еще и очищает отлично ворс до идеального белого состояния. И, конечно же, то, что он дезинфицирует, это тоже очень круто, потому что в Make Up For Ever, к сожалению, дезинфекции никакой нет. Приходилось использовать дополнительные средства. Также плюс большой этого продукта в том, что у него есть несколько вариантов объема. Есть вариант объема 100 мл, есть по 250, есть вот такой, как у меня, по 500. Например, когда я полечу с мастер-классом в Москву, я, например, не буду брать с собой объемы 500 мл, я возьму, конечно же, поменьше, потому что мне его хватит, я не хочу ввести большой объем, чтобы не было дополнительной тяжести. И это очень удобно, что у вас есть выбор. Поэтому для меня это плюс. Выбирайте свой объем, который вам нужен, цены очень доступные, посмотрите, читайте отзывы. Надеюсь, что мои рекомендации были для вас полезными. В этом видео я рассказала о тех продуктах, которые я действительно долгое время тестировала, которые я сама попробовала. Как вы видите, если вы смотрите за мной в Инстаграм, то на моем столе рабочем всегда есть очутитель как от Тесси, так и от Make Up For Ever. Поэтому все отзывы, которые я сегодня оставила, сложные из моего опыта. Надеюсь, что видео было для вас полезным, потому что уход за кистями — это очень-очень важно, тем более, если вы визажист. Ну а я благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео. Всем огромное спасибо, желаю всем хорошего настроения. И пока-пока, увидимся в следующих видео.